Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня составе от подписчиков в испытании Черепашья Буря. И первый свой состав оставил подписчик с ником Влад Сутриков. Попросил он для этого испытания взять Шредера, Супер Шредера, Шредера Классического. Вот, кроме того, нам нужен Крэнг и Рокзар. Ну что же, довольно-таки вот хорошая команда, довольно-таки серьезные бойцы. И давайте-ка мы протестируем их в бою. Вперед! Да, вот в этом испытании 4 волны. И в первом сразу же волне нас встречают Черепашки Мультика. И сразу же Шредер Классический прокачивает способность вот такого вот отряда злодеев. И начинает первую атаку Шредер Мультиашный. Вот, нападает на Лео из Мультика. Вот, я его считаю, надо выбивать в первую очередь. И да, вот так здорово прыжком сверху выбивает эту Черепашку. Далее, когтями сверху Рокзар пытается выбить Микеланджело. И это ему не удается. Ну что же, пора подумать о безопасности. Супер Шредер, благодаря своему сердцу, пробафывает отряд. И у нас появляется постепенное исцеление, плюс дополнительная защита. Вот, плюс еще бафы от Шредера Классического. Кроме того, активирует Технодром Крэн Классический. И ударом плазменной пушки наносит массовый урон. Взрыв! Есть Черепашки из мультика. Первая волна сметена. И мы переходим ко второй волне, где нас уже ожидают Черепашки из фильма. Ну что же, довольно-таки неплохой состав. И Шредер, классический, объединяя свой меч Алибарда в одно, метает как бумеранг и выбивает Рафа. Супер, кстати, не того я выбивал. Надо выбивать Микеланджело из фильма. Он является хилом. И сразу же Шредер мультяшный призывает нить, которые идут в атаке. И он вместе с ними выбил остальных врагов. Но видите, выживает Микеланджело из фильма. Ничего страшного. Крэнк метает. Прошу прощения, это Грагзар метнул когти и выбил уже Микеланджело. Супер. Итак, четвертая волна. И нас встречают Черепашки-ролевики. Просто здорово. Ну что же, метнем-ка мы вот наши костяные кунаи от Супер Шредера. Попытаемся выбить Донни ролевого, и это удается. Супер. Вот, кроме того, Крэнк классический активирует ядреную бомбу. Вот, наносит массовый урон, но Черепашки-ролевики выживает ненадолго. Да, вот, Шредер классический призывает помощь из иного измерения, которое сметает все на своем пути. Вот, довольно-таки серьезная команда Черепашек, но у наших героев все получилось. Вот такого вот отряда злодеев. Супер. Ну что же, прежде чем пойти вот так уж, Шредер из мультика активирует постепенное исцеление, плюс восстанавливает отряд, а Рокзар тем временем оскорбляет и привлекает внимание. Да, вот еще, друзья, благодаря Крэнку классическому, вот, атака нашего отряда возрастает. Опять же, прокачал, пробафовал наш отряд. Ну что же, супер. Итак, да, самый мощный удар в этой игре, удар шипами из-под земли, супер Шредера. Удар и просто бедняжки, классические Черепашки уничтожены. Супер. Ну что же, отличнейший бой, отличнейший отряд от подписчика. Вот, благодарю за этот состав, а мы получаем награду 60 долларов. Вот, серебряные осколки, плюс ДНК Микеланджело из мультика. Просто-просто здорово. Итак, следующая команда от наших подписчиков. И это подписчик с ником Захар и Матвей Шоу. Попросил он взять для этого испытание. Черепашья Буря. Шредера из мультика. Давайте-ка возьмем. Вот, и так, Рэнга. Бибопа мультика. Вот, Супер. Вот, Рахзар и Бибоп Классический. Вот, Бибоп Классический и Рахзар. Ну что же, тоже довольно-таки необычный состав. Вот, давайте-ка его тоже протестируем в бою. Вот, по-моему, даже очень интересно посмотрим, что из этого получится. Итак, замечательно, друзья. И здесь, в первой волне, вот, заканчивали первое сражение Классическими Черепашками. А во втором эпизоде уже встречаем первый бою Классических Черепашек. Ну что же, давайте-ка мы сразу же применим массовую атаку. И Шредер посылает в атаку своих нить, сам нападает, но Черепашки классически выживают. Ненадолго атакует клеевой бомбой Бибоп из мультика. Здорово. И метает свои Кохти Рахзар. Супер. Вот, давайте-ка, друзья, я пока приберегу массовые атаки. Возможно, дальше будет посиднее. У врагов минимум здоровья. Поэтому пусть просто Крэнк усилит атаку нашего отряда. Вот, наносит гранатометом, снарядом мира, написано на этом гранатомете, удар Бибоп классический. И остается только классического Дони, который добивает Шредер. Супер. Ну что же, друзья, с первой волной мы неплохо справились, но впереди еще три волны. И так битва будет очень непроста. И во второй волне нас встречают Черепашки-Ролевики. Вот, пытается вот ударом-бластером из пояса выбить Дони Ролевого. И это вот получается у Бибопа. Атакует вот когтями сверху Рахзар. Пытается выбить Микеланджело Ролевого. Не получилось. Ну что же, возможно, ядреная бомба Крэнка классического что-то сделает. Итак, удар. И вот Микеланджело выбит, а Лео и с Рафом остались. И их надо выбивать. Что и делает Бибоп классический выстрел. Вот Раф выбит. Остался Лео, вот которого опять же Шредер пытается добить. Есть. Победа. Вот, и мы переходим к третьей волне. Ничего себе, как здесь прикольно. А здесь нас встречают оригинальные Черепашки. Вот просто-просто великолепно. Ну что же, друзья, давайте-ка я пока прокачаю уклонение. Благодаря особой способности Бибопа из мультика. Вот еще привлечем к себе. И да, вот есть, есть возможность. Итак, Рэнк потирает щупальца. Бибопа вызывает технодром, который стреляет из плазменной пушки. Удар и оригинальные Черепашки Сметины. Вот это было здорово. В четвертой волне нас встречает Черепашки Ведения. Вот, но, к сожалению, массовых атак нету. Значит, будем выбивать тем, что у нас есть и атакуем. Нет, прежде чем атаковать, давайте пусть Бибоп классический прокачает иммунитет. Вот, супер. А вот теперь давайте-ка пробовать нападать. Итак, наносит удар Шреддер из мультика. Вот хороший удар, но Раф выживает. Вот пытается добить Бибоп. Есть. Рафа Ведения удалось запинать. А вот теперь очередь Лео. Да, два самых серьезных противника. И наш отряд с этим справляется. Раф Ведения и Лео выбиты. Остался только Тони из Микеланджело. Вот, но я не думаю, друзья, что это уже будет представлять опасность. Хотя расслабляться еще не время. Итак, ага. Вот, Микеланджело Ведения вражеский тет в атаку. Пытается что-то сделать своими серпами. Но это уже не имеет значения, потому что, возможно, это уже будет финальный удар. Да, Бибоп из мультика добивает. И мы проходим второй эпизод. И наша награда, какова же наша награда, это 15 долларов, 75 особых знаков, 4 серебряных осколка, плюс ДНК Донателлы Орлевого. Неплохо. Итак, друзья, переходим вот к последнему эпизоду. Кстати, для него нужен еще, оказывается, сыр 20 кусочков. Вот ничего страшного. Давайте-ка мы его возьмем и пойдем к третьему эпизоду. А следующий подписчик, который оставил свой состав, это подписчик с ником... Вот, ага, друзья. Вот, я прошу прощения. Это, опять же, Захар и Матвей Шо. Вот, правда, другой состав он уже написал. Итак, Шредер из мультика. Вот, Рокстеди Мультик. Давайте-ка возьмем. Больше, к сожалению, состава не было, поэтому я вот взял все составы, где были составы на испытании Черепашья Буря. Вот, Рокстеди Мультик, Рокзар, Стиранка. Итак, где Стиранка? Пока не вижу. Вот, Стиранка, Рокзар и Тигриный Коготь. Ну что же, команда хороша. Команда хороша, ну и давайте-ка его потестируем в бою. Вот, главное, друзья, мне понравилось, что выбрали Стиранка. У него две массовые атаки и сразу же первая... И что интересно, друзья, в этом эпизоде 6 волн. Вот, игра будет очень непростая. Вот, начальник боя призывает нить Шредер из мультика и они наносят очень серьезный урон. Черепашки выживают, надеюсь, ненадолго. Итак, удар Рокзара когтями сверху и Донни выживает. Вот, кольцом удачи Микеланджело, ролевой пытается снять негативные эффекты. А вот Стиранка заканчивает эту битву, стреляя из гранатомета. Удар, взрыв. Супер. Итак, первая волна шутя пройдена и мы переходим ко второй, где нас уже ожидают черепашки из мультика. Тигренный Коготь стреляет при помощи своего лазерного излучателя. Массовый урон. Вот, но черепашки выживает ненадолго. Рокстеди огнеметом прожаривает врагов. И это победа, друзья. Вот еще что-то пытается делать Раф, но постепенно урон, я думаю, его добьет. Вот пока пусть Шредер добьет Донни. И мы, ну, придется, конечно, воспользоваться когтями Рокзара. Удар. Супер. Вторая волна пройдена и мы переходим к третьей волне, где нас ожидают черепашки классические. Вот нет уже массовых атак, поэтому воспользуемся камы вот таким вот замораживающим лучом. Кстати, друзья, не того я атаковал, лучше атаковать Рафа. Вот классического, он является хилом. Тем не менее, пока подключаем стиранка и он из пулемета стреляет и наносит колоссальные повреждения. Вот кроме того, пытаемся добить Рафа. Удар Шредера из мультика. Есть Раф классический уничтожен. Рокзар тем временем привлекает внимание. Вот Рокстиди пытается выбить Микеланджело. Удар Рогом. Есть Микеланджело. Микеланджело выбит. Остался только Донни. Вот, стреляет с телепортационной пушки. Но я не думаю, что это что-то ему поможет. Тигриный коготь ударом мечеты добивает Донни классического. Супер. Итак, четвертая волна. Четвертая волна, где играют оригинальные черепашки. Вот, начнем-ка мы с сражения с тем, у кого зелененький треугольник. То есть, урон по Микеланджело оригинальным будет повышен. Поэтому стиранки бросают гранату. Взрыв. Вот, выживает. Выживает. И, надеюсь, да, вот пусть Супер Шредер все-таки восстановит наш отряд. А то мне немножко, друзья, не нравится, что здоровье уже нашего отряда вот было уменьшено. Итак, удалось восстановить и добить Микеланджело оригинального. Тигриный коготь пытается атаковать Рафа. Серьезный урон, но Раф выживает. Ничего страшного. Рокстаги, метая каменную глыбу, добивает Рафа оригинального. Супер. Идет в атаку Лео оригинальный. Прокачивает уклонение, оскорбляет и привлекает внимание. Ну что же, будем тогда бить пока Лео оригинального. Удар Шредера. Часть жизни выбита. Вот, наносит удары когтями Рокзар. Тоже отнимает кусочки жизни. И стиранка своими кастетами добивает Лео оригинального. Что ж, неплохо. Дальше пытаемся добить оригинального в Доне, пока не получается. Ну что же, то, что сумеем, то и сделаем. Продолжаем битву. И ударами когтей Рокзар, вот опять же, не добивает. Вот надеялся на Рокзара, тем не менее, добил Рокстаги из мультика. А мы переходим к пятой волне, в которой нас ожидают черепашки видения. Ой-ой-ой. Итак, друзья. Давайте-ка все же я атакую Рафа. Хотя, видите, друзья, у Доне повышен урон. Но у Рафа две массовые атаки, как у Лео. Поэтому я постараюсь не допускать этого. Удар лазерным плазменным бластером тигриного когтя. Она на него с массовый урон, но противник выживает ненадолго. Шреддер из мультика направляет своих ниндзи атаку. И они сметают все на своем пути. Хотя, вот одна из черепашек выжила. Ничего страшного. Рокзар своими когтями ее добивает. Итак, друзья. Шестая волна. А, последняя команда черепашек. Последняя защита. И это космос черепашки. Ну, у Лео вот повышен урон. Чем и воспользуется сейчас тигринный коготь. Пытаясь нанести побольше повреждения. Что-то это слабо получилось. Вот сейчас более повреждения у Донни Космического. И смотрите, сколько урона нанес вот Рокстеди из мультика. И да, друзья. Ну, наконец-то обновилась особая способность нашего стиранка. Это выстрел из пулемета. И смотрите, сколько повреждений он наносит своим пулеметом. Выбивает Донни Космического. Шреддер из мультика добивает беднягу Рафа Космического. И остается только Лео с Микеланджелом. Ну что же, давайте-ка попробуем добить Микеланджела. Вот это удается Рокзару без проблем. И остается только Лео Космический. Пытается он что-то сделать, стреляя своим бластером. Но Тигриный Когняк его добивает. И мы получаем идеальную победу на 3 звездочки. Ну что же, просто замечательно. Итак, отличнейшая победа. Отличнейший бой. Получаем награду 20 долларов. 100 особых знаков. Плюс 5 серебряных осколков. Плюс ДНК Леонардо видения. Ну что же, просто замечательно. Итак, друзья. Сегодня мы полностью с вами прошли испытание Черепашья Буря. Вот на этом сегодня я уже с вами прощаю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию. Нажимайте правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok